это это ролик это я не знаю это наверно ролик давайте посмотрим если это ролик очень любопытно а Субтитры подогнал «Симон» 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 Ну, неважно. История, она интересная. Но я стараюсь второй раз уже не попадаться со звукорежиссером, который непрофессионал. Но часто ты приезжаешь на площадку, не видишь, или нет времени проверить звук? Ну, я заранее спрашиваю. Тебе говорят, хороший парень сидит на звуке, а потом раз, и все. Последний концерт тоже у нас. Не было времени, публика уже вошла в зал, и не было времени проверить. Невозможно, потому что полный зал народу сидит. И бац, а там сидит человек, который не умеет. Знает кнопку пуск, ищет. Нет, Толик, там очень много кнопок, там очень много ручечек. И один человек, он знает, что с ними делать, а другой, он знает вкл и выкл. Все, больше не умеет. И при этом, нет, и при этом он начинает крутить, зачем-то обозначает работу. Да, да, да. Бывал, теперь, чтобы щитовод видел, ого, так он думает еще. Работает. И этим самым он вредит самому себе и остальным. Главное, остальным. Это да, это не профессионализм, к сожалению, не профессионализм в любой отрасли. Это пагубное дело. И очень много, вот я сейчас занимаюсь параллельно детской педагогикой, много лет занимаюсь этим, и приходят детишки, которые хотят стать артистами. Хотят петь в театре. Вот я сейчас преподаю в театре дуэт, в детском театре дуэт. В театре сказка тоже. Это не музыкальные театры, но там есть такой предмет вокал. Вот мы работаем с детьми, и со взрослыми тоже, и приводят детей, а они не умеют говорить. Как маму зовут? Мама? Папу знает по имени, а маму зовут как? Не знаю. Говорить не могут, речь не развита. Мысль свою не могут вынести, донести, сказать, вот чтобы тебя слышно было. Ты же говоришь, и чтобы тебя... А мы вот так сидим, я говорю, что не могут говорить, не занимаются родители. Но придут к педагогу, сцены речи. Так вот они приходят. И он их научит. Да никто не должен учить-то, родители должны учить. Родители должны детей пахать до самой их пенсии, пока дети на пенсию не выйдут. Иначе что это за родители? Тоже на сцену, слушая такой случай, какой-то конкурс был или викторина, и выходят дети получить подарки. И вот из какого-то города все, один мальчик молчит. Он взрослый уже, класс третий, наверное. Я говорю, в каком ты классе? Он в третьем. Как тебя зовут там, Миша? В каком ты городе? То есть он не может говорить, я говорю, в каком ты городе живешь? Он говорит, я говорю, ты в Москве? Не потому что он пугается, он не может, не понимает, что у него спрашивают. Или сценическая культура, которая тоже с детства закладывается, когда артисты... Ты тоже видел много, артисты выходят сейчас не в костюме, в рваных джинсах, в стоптанных ботинках. Это что? Это неуважение к зрителю, неуважение. И оно закладывается уже в детях тоже. Они выходят уже на сцену в джинсах. Или на конкурсах. Я в жюри многих конкурсов сижу и смотрю, как выходят. И я сразу снимаю баллы, я говорю, что это не артист. Почему он позволил себе выйти на сцену в таком вот костюме? Сценическая культура... Виноваты, не дети, виноваты педагоги. И я когда сижу на конкурсе, я сижу педагогов, а не детей. Ребенок и так уже напуганный в стрессе, что он представляет своего педагога. Он представляет дом культуры, куда он ходит. Свой район представляет. Ребенок настолько герой, который выходит на этот конкурс. Но все замечания или все похвалы достаются педагогу. Не всегда. А вот Ольга Марченко тоже была на фотографии. Знаешь, наверное, ее, да? Она же очень такая красивая всегда. Она всегда говорит... Она учила нас книгу. Берешь книгу, кладешь ее на голову и сидишь. Так ходишь, разговариваешь, чтобы держать осанку. Артист должен всегда быть красивый, статный. Вот как, например, вот этот, вот в золотой жилетке. Давай на нее посмотрим. Это что-то... Это еще один ролик наш сегодняшний. Если останется время, то мы еще со зрителями попрощаемся. Дякую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный Пошёл по Питеру гулять И вот на улице он встретил курицу И стал любовь ей предлагать Я образованный, я упакованный Американский генерал Я вот настриженный, судьбой обиженный И русских куриц не топтал А что любовь? А что любовь? Волнует часто молодую кровь А что любовь? Ну что любовь? Возникнет и исчезнет вновь Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный Пошёл по Невскому гулять Сидел с девицею, с пивком и пиццею И стал к ней грубо приставать Но небо русское, дубица курсская В силах вызвала отец нас Его поймали, арестовали Цыплёнок поставили под глаз А что любовь? А что любовь? Волнует часто молодую кровь А что любовь? Ну что любовь? Возникнет и исчезнет вновь Редактор субтитров А.Семкин Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный Цыплёнки тоже хочут жить Его впитали, поклюву дали Властям не мог он возразить Суед задавленный, он был зажареный И был разорван на куски Цыплёнок жареный, цыплёнок пареный Поет дурак из-за любви А что любовь? А что любовь? Волнует часто молодую кровь А что любовь? Ну что любовь? Возникнет и исчезнет вновь А что любовь? А что любовь? Волнует часто молодую кровь А что любовь? Ну что любовь? Возникнет и исчезнет вновь Ну вот, у нас немного времени осталось Друзья мои, у нас в гостях актёр, артист Андрей Покровский Но мы поговорим оставшуюся минуту о писателе О писателе Осталось полтора минуты Писатель Андрей Покровский, что это? Я пишу книгу сейчас, книгу о пении Она так и будет называться «Искусство пения» И очень многие люди хотят учиться петь, но не умеют И вот там расписано, что такое дыхание, что такое певческая позиция Как устроен певческий аппарат У русских и у итальянцев? Вообще у певцов Человек, который хочет петь, это другое Другое от того, как мы говорим Совсем по-другому работает всё И вот эта книга, совсем скоро сейчас печатаются статьи Совсем скоро эта книга выйдет уже И ты её и продашь институту культуры? Посмотрим, она ещё не написана Уже издательский дом «Ламберт» пишет мне, что хотят издать книгу Я говорю, подождите, в Германии Подождите, ещё она не написана Ну вот, Андрюш, спасибо, что ты пришёл Наконец-то у нас это случилось Мы долго собирались Спасибо, что много рассказал хорошего, интересного Привет передавай ребятам своим по театру И всем на площадке, кого увидишь Удачи тебе и концертов в День города И во всех городах области, да? Спасибо И, друзья, спасибо, что были сегодня с нами Спасибо за звонок В следующее воскресенье, наверное, встретимся здесь И поговорим о выборах на Украине До свидания Что наша жизнь? Игра? Игра второго плана Это ирония судьбы или её привилегия? Игрок второго плана Это половинь судьбы или её заложник? Попробуем разобраться в этом вместе с вами На телеканале «Вот» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok